В 2017 году бюджет управления энергетикой ЖКХ составил 4,4 миллиарда тенге. Это в два раза меньше, чем в 2017 году. Средства будут направлены на газификацию населенных пунктов, реализацию государственной программы Нурлы Жол, субсидирование услуг по подаче питьевой воды и другие цели. В 2018 году стоит задача довести уровень обеспеченности населения природным газом до 95%. Из бюджета выделено свыше 1,4 миллиарда тенге. В том числе, значит, из республиканского 1,35 и из местного бюджета 0,106 миллиарда. На выделенные средства планируется подключить к природному газу 24 сельских населенных пункта с охватом населения около 10 тысяч человек. В области растет число автомобилей, работающих на жижном газе. Именно с этим связаны прошлогодние перебои с топливом и скачки цен. Но в этом году был подписан меморандум СТО «Жаик Мунай». Предприятие будет ежемесячно поставлять 2200 тонн жиженного газа на внутренний рынок. Его общая потребность составляет порядка 3,5 тысяч тонн в месяц. Буквально полтора-два года назад у нас было транспорта легкового и грузового переоборудованного на газобаллонное оборудование чуть более 5000. А на сегодня, по данным, зарегистрированным в МВД, в ДВД, будем так говорить, у нас уже составляет 9,3 тысячи единиц. Между тем, «Жаик Теплоэнерго» задолжала за газ поставщикам 780 миллионов тенге. При этом потребители остались должны коммунальному предприятию 870 миллионов. Только за этот год мы порядка уже 60-680 исков подали в суд должников. Последние годы мы начали активно заниматься своими должниками, которые не платили порядка там кто 5, кто 6-7 лет. Для этого есть все возможности у частных судебных исполнителей. 17 судебных исполнителей нами активно сотрудничают в этом вопросе. И при их помощи мы применяем все те права, которые законодательством даны судебным исполнителям. Также на брифинге сообщили, что в этом году на сумму более миллиарда тенге проведут реконструкцию двух тепломагистралей протяженностью почти в 3 километра. Роман Копняев, Абулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК 42.